Ай! Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас безумно рад приветствовать в этом новом выпуске моего персонального челленджа, где в течение 30 дней вы сохраняете и я сохраняю высочайшую продуктивность. Друзья мои, работаем и никоим образом не старайтесь оправдываться перед самим собой. У вас всегда есть время для того, чтобы заниматься спортом, у вас всегда есть время для того, чтобы становиться лучше. Поехали, друзья мои, разбираем наш вопрос от Евгения из нашей замечательной социальной сети под названием Инстаграм. Евгений пишет, здравствуйте, Алексей, скажите, пожалуйста, нормально ли, если я голодаю 42 часа, потом за один или два приема пищи съедаю около 2000 калорий, а потом снова 42 часа? Евгений, я вам скажу, что 42 часа это одна ночь голодания. Евгений, я подразумеваю, под 48 часами голодания как раз то, что делаете вы. Это один день полностью без пищи, одна ночь без пищи и на следующий день после 16 вы открываетесь и кушаете. Вот такая схема, при которой вы весь день находитесь пустой, получаете максимальный бенефит от того, что вы целый день тратили ваш гликоген. Ночью ваш организм восстанавливает весь гликоген из жира и это, я считаю, потрясающе продуктивной и полезной схемой, но не каждый день. Я вам советую, пожалуйста, 48 или в вашем случае 42 часа вы делаете один раз в неделю, остальные дни вы делаете классическую схему. 20 на 4, 16 на 8, 22 на 2. Это будет самым оптимальным и лучшим результатом, в котором вы будете только разгонять свой метаболизм, где вы будете иметь длительный результат. Я не говорю, что вы не будете иметь вот такой результат сейчас, вы будете иметь его, ох, как вы, ярко выражено. Я вас заклинаю, 48 часов мы делаем с вами один раз в неделю. Если вы хотите, вы можете делать два раза в неделю, все зависит от того, какое количество жира у вас в организме. Если 30 килограмм плюс у нас жира, запросто два раза в неделю вы делаете. 48 часов, два дня кушаем, 48 часов и дальше мы не привязываемся к календарной неделе. Если у вас, например, 15 килограмм лишних или 10 килограмм лишних, это означает, что ваше депо калорийное, все равно огромный. Но в таком разрезе я рекомендую делать один раз в неделю. Например, четверг вы подготовились, пятницу вы не кушаете, субботу, ночь с пятницы на субботу, вы переходите полностью пустой. В субботу после 16 вы открылись и так далее к следующему четвергу. Это будет самая лучшая схема. Пожалуйста, посмотрите мое видео, которое называется «Аутофагия» здесь. Здесь я рассказываю о схемах и о том, как ваш организм реагирует на одну ночь голодания и как ваш организм реагирует на 2 и 3 ночи. Это очень важная информация. Пожалуйста, посмотрите это видео. А также я вас прошу, пожалуйста, посмотрите видео о схемах голодания 16, 20, 23 на 1, также 48, 72 и 96. Видео ссылка здесь. Два этих видео обязательно я вас призываю посмотреть, потому что именно для вас они будут максимально полезны. Подводим черту. Евгений, у вас обалденно крутая схема. Держите ее 2 раза в неделю, если вы имеете больше 30 лишних килограмм и 1 раз в неделю, если у вас более 15 лишних килограмм. Если меньше 15 лишних килограмм, запросто вы держите ее 1 раз в 7-10 дней. Это моя вам рекомендация. Пожалуйста, ваши калории вы растягиваете на окно в 4 часа минимум после 48 часов голодания. Минимум 4 часа. Вы открываетесь после 48 часов или 42 часов ничем сверхъестественным. Вы можете делать рыбу белую, это идеально. Овощи. Я всегда рекомендую открываться овощами. Вы берете, например, морковь или болгарский перец, вы берете яблоко или вы берете огурчик, и вы этим открываетесь. Небольшое количество сыра с вашими овощами, чтобы, так сказать, дать отток желчи, и ваша желчь пошла реагировать на жиры из сыра. Сыр легко переваривается, и сыр будет нейтрализовать вашу желчь. Не открывайтесь только овощами. Очень важно, если вы откроетесь только овощами и фруктами, желчь будет выходить, и будет дискомфорт после 48 часов. Поэтому вы даете небольшое количество сыра, который будет работать и брать на себя вашу желчь, либо осенний сыр, рыбий жир. Прекрасно. И далее через час после открытия вы делаете основные свои приемы пищи. Сколько у вас их? Один, два, три. Не имеет значения. Закрытие и снова дальше поехали по схеме питаемся. Главное, что я пропагандирую это здоровье. Только правда о питании, только правда о продуктах. Ребята, спасибо вам огромное за ваши прекрасные вопросы. Если вы еще не написали свой, обязательно под видео пишите внизу. Конечно, подписывайтесь на канал. Ссылки на инстаграм, на все социальные сети и вся информация под видео также внизу. Огромное вам спасибо за вопросы. И, ребята, мы двигаемся только вперед!